Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о том, как же продавать свой ресурс. Очень такой момент, который вас заинтересовал, как продавать собственные ресурсы. Для тех, кто не видел, рекомендую посмотреть видео «Тропа успеха». Очень важно его посмотреть в том плане, чтобы понимать, о чем я сейчас рассказываю, чтобы понять, что такое ресурс. В общем, смотрите, суть очень простая. Для того, чтобы научиться продавать свои ресурсы, мы уже поняли, что такое ресурсы, вычленили самые клевые, замечательные. Предположим, к примеру, вы адвокат. И вы сразу должны понять, кто ваш клиент, соответственно, кто основной потребитель ваших услуг юридических. Ну или просто вы юрист, или вы бухгалтер даже. Кому нужны постоянные юридические услуги? Понятно, что можно найти людей, допустим, по уголовке. Но это очень сложно. По уголовке искать людей. Нужен определенный опыт или какой-то супер раскрученный сайт. А гражданки ее гораздо больше. Кто основной потребитель гражданки? Ну, основные потребители гражданки очень часто это коммерсанты, конечно. И пускай, да, эта работа, может быть, есть и рутинная, и мелкая, меньше оплачиваемая. Но если вы сделаете рекламу на коммерсантов, и вы научитесь говорить с коммерсантами, то, соответственно, вы будете уметь привлекать к себе людей. А теперь давайте подумаем. Много ли среди коммерсантов шизоидов? Ну, возможно, какой-то процент есть. Долго ли они будут коммерсантами? Нет, конечно. Будут ли у них деньги? Только если они взяли в кредит. В любом случае, это не долгие такие взаимоотношения с каким-то клиентом, которые долго продлятся, да, там, годами будут идти. Потому что шизоиды, ну, как бы смотрите мое видео про шизоидов, да, не очень они успешны в коммерции. То же самое истерика. Он потратит деньги там на все, что угодно, на красивый ремонт, еще что-то. Но юристи истерики вообще могут экономить. Или на бухгалтере до последнего. Ну, потому что это уж никто не видит, как бы, что я крутой, зачем это вообще надо. Вот. Значит, поэтому, кто будут ваши клиенты? Паранояльные, нарциссы могут быть. Особенно, когда хотят там, а нарциссы очень часто любят нарушать закон, кстати. Поэтому, соответственно, запросто они могут быть вашими клиентами. Значит, кто еще может быть? Эпилептоиды, нарциссы, параноялы, то есть все эти... Может психопат к вам прийти, социопат может к вам прийти, может к вам прийти социопат. Особенно на уголовке этим занимайтесь, социопатами вы. Вот. Поэтому, будучи юристом, вы должны понимать, что вы с вот этими типами, да, людей будете там и акцентуациями, и патологиями личности заниматься. И там просто там в норме, да, будете встречаться. Но, тем не менее, если вам нужен постоянный клиент, это, ну, быстрее этим станет эпилептоид. Паранояль тревожный, это ваш постоянный клиент, потому что он будет постоянно тревожиться о том, что у него что-то там не так с документами, да. Тревожный вообще, это вечный хлеб юриста. Вот. Гипертим не будет вашим клиентом. Поэтому вы должны на этом языке разговаривать. Когда вы делаете рекламу, вы ее делаете такую, чтобы ее в первую очередь понял кто, эпилептоид, чтобы она была структурированной, да. Чтобы он пришел к вам в офис, и вы ему говорите, там, какие-то хотя бы эфемерные, но рычаги контроля над вами даете, да. Вы говорите, что у вас там можно как-то проверить вашу работу, или вас там как-то проверить, еще что-то. Они же любят проверять эпилептоиды, все контролировать. И, соответственно, так с любым ресурсом. Наоборот, если у вас типография, если у вас какой-то ближе к творческому направлению, да, какое-то направление, кто там может быть? Там могут быть и истерики, и мотивы там могут быть, и, соответственно, шизоиды могут быть. Могут быть богатые шизоиды, просто потому что их родители богаты, еще что-то. Вот. И, конечно, рекламу тогда нужно делать на шизоидах, на истериках. Это должно быть что-то яркое, необычное, творческое, да. Вот что-то в этом стиле. Ну, условно, типография, конечно, это смешанный вид бизнеса, там может быть кто угодно. Но если вы заходите в какой-то концепт, какой-то строите, вы должны понимать, на кого вы работаете, или вы должны какие-то проекты там. Раз вы сделали, вот у вас типография, вы сделали визитки для эпилептоида, напечатали образцы визиток, для шизоида, не знаю, там, для истерика напечатали образцы визиток. И вы, когда вы это все в голове, держите абсолютно все. Кто этим будет заниматься? Если у вас какой-то странный навык, я не знаю, там, куклу вы делаете, да, такой редкий навык, который, ну, самое такое, да, сложно продаваемое, ну, ищите в этих шизоидах. Только шизоиды будут покупать ваши куклы и так далее. Делайте рекламу по неформальным каким-то всем этим тусовкам и прочее. То есть она должна быть очень изолированной тогда. Думайте, где они тусят и так далее. Может быть, где-то можно с ними там познакомиться, кому-то что-то предложить. Опять же, кукла – это импульсная покупка, импульсная гипертим может это схватить, да, на лету. Поэтому все вот эти факторы вы через призму типологии личности разбираете. Соответственно, дорогие друзья, если вам интересно, я сделаю видеоролик отдельный, как продавать там эпилептоиду, истероиду и так далее, пишите в комментариях. Я хочу видеть ваши, в общем, ваши лайки, ваши подписки и, самое главное, ваши комментарии. От этого будет зависеть, будет ли продолжение данного видео. С вами был Крафцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. А я вас жду на своих онлайн-консультациях.